Уфимец задолжал полмиллиона рублей за тепло, что еще выявили во время рейда. В Уфе открылась новая студия творчества, почему стоит туда сходить? Уфимцы смогут списать свои пени за электричество. Рассказываем как. Мы находимся во дворе дома по улице генерала Кусимова, 19. Задолженность этого дома перед МОПИ составляет 6,5 миллионов, это с учетом пени. Дом на генерала Кусимова уфимский рекордсмен. Такого крупного долга за горячую воду и отопление перед этой ресурсоснабжающей организацией в Уфе больше ни у кого нет. Его жители, сотрудники МОПУИС решили навестить лично, чтобы узнать, почему горожане не оплачивают свои счета. Такое чувство, что в подъезде не живет вообще никого. В дом съемочной группе удалось попасть с большим трудом. Даже добросовестные платильщики не стали отвечать на звонок домофона. Но все же войти в подъезд нам удалось. Опять собак? Но, увы, на закрытой двери наше общение и ограничилось. Хозяин квартиры с крупным долгом около 300 тысяч рублей, если и был внутри, не захотел с нами общаться. Мы довольствовались только собачьим лаем. Верный признак того, что в квартире кто-то живет. А вот соседи были более общительными. Ясное дело. Живут. Богатей скупили квартиру. Долги идут. А вы сами платите вовремя всегда? Да, вот проверяю, плачу. Нам также удалось выяснить, что долги у этой квартиры есть не только за горячую воду и отопление, но и перед другими коммунальными службами. У них сои за месяц две тысячи вышло, а к оплате всего 46. То есть они, получается, не платят за это, что ли? Около другого подъезда мы встретили еще одного жителя этого дома. Мужчина не скрывал, что не платит за горячую воду, но, по его мнению, он имеет на это уважительную причину. Вот за горячую воду я не пользуюсь. А почему вы не пользуетесь? Потому что она очень грязная идет, жравая. Ясно. Я чуть-чуть попользовался с этой водой и перестал, потому что тело начало счесаться. Примечательно, что с этой проблемой он не стал обращаться в управляющую компанию или другие коммунальные службы. Но вы в управляющую компанию не обращались? А зачем мне обращаться? Пускай вот люди обращаются, кто не платит. Ясно. Вот они пользуются и не платят. Нормально. Другая многоэтажка, которую мы посетили, имеет меньше долгов. Но в этом доме на Гафури 54 живет самый злостный неплатильщик Уфы среди клиентов МУП УИС. Этот дом один из самых злостных неплатильщиков перед МУП УИС. Общая задолженность проживающих здесь собственников более 3,5 миллионов рублей. Это только тепло и горячая вода. Здесь у нас самый большой должник. Одна квартира здесь должна более 500 тысяч рублей. С этим человеком или семьей нам снова не удалось встретиться. Знает там. Ну, как бы у нас реагирует. И вновь квитанция подсказали нам, что здесь не... А площадь? 160 квадратов. К ответу мы отправились в ТСЖ, которое обслуживает дом. Время 14.14. Представители ТСЖ мы так и не дождались. Когда они появятся, неизвестно. Износ у нас сетей очень большой, до 70% по городу. Естественно, чем больше мы сможем сделать, тем меньше вероятность того, что сети будут рваться, произойдут аварии, как морозы в зимний период. Но, к сожалению, вот такие вот долги, они не позволяют нам делать достаточное количество ремонтов и, скажем так, немножечко хотя бы снизить процент износа сетей. В таких случаях следующим этапом становится обращение в прокуратуру. И взыскивать долги компания будет уже в судебном порядке. Аль Сугумерова, Андрей Шарыгин и Роман Нугуманов. Телеканал ЮТВ. Сейчас в эру информации, вообще такой беготни, важно остановиться немножко. И занятия творчеством хотя бы раз в неделю помогут вам в этом. Не зря эксперты говорят, что арт-терапия исцеляет душу. В этом есть плюсы как для детей, так и для взрослых. А если вы не знаете, какой жанр выбрать, то вы можете прийти на бесплатное пробное занятие в студию творчества «Зайсбург». У нас есть уроки изо, это живопись в разных техниках, скульптура, лепим пластилином. Есть техника быстрой зарисовки скетча для разных категорий возрастов, начиная с трех лет до самого старшего поколения. Студия творчества «Зайсбург» открылась недавно, два месяца назад. На протяжении пяти лет создатели пространства замечали в торговых центрах Уфы детей, которым не очень нравилось прыгать на батутах или бегать по детским площадкам. Поэтому было принято решение. Открыть в столице такое место, где каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно, сможет самовыражаться и учиться новому. Занятие творчеством развивает воображение, фантазию. Фантазия, в свою очередь, нужна уже взрослым. При помощи фантазии мы делаем какие-то смелые шаги, что-то создаем свое. Также рисование помогает в развитии речи. Это когда, даже если посмотреть рисунки маленьких детей, то есть они каракули рисуют и рассказывают об этом родителям, знакомым, тетям, дядям, что происходит на их рисунке. Они воображают, описывают свои нарисованные какие-то вещи. Студия творчества также сотрудничает с некоммерческими организациями и проводит благотворительные мероприятия. Как отмечают в «Зайсбурге», важно, чтобы у каждого ребенка была возможность заниматься творчеством. Проводим мастер-классы с детьми из многодетных семей, встречи с особенными детьми. Для нас важно быть полезным обществу и делать все, чтобы каждый ребенок мог заниматься творчеством, и это было доступно ему. Студия «Зайсбург» находится в торговом центре «Ультра» на третьем этаже. В планах открыть и другие филиалы пространства в разных точках Уфы, чтобы любой желающий мог погрузиться в прекрасный мир творчества. Андрей Шарыгин, Розиль Юлдаршбаев и Игорь Яковлев. Телеканал ЮТВ. В Уфе завершился финал акции «Зеленая планета». За каждого стотысячного посетителя торгового центра планеты его руководство обещало посадить одно дерево. Так, в первый день зимы по улице энтузиастов появились 13 саженцев елей. Как отмечают организаторы акции, агрономы рекомендовали им сажать деревья, когда корневая система уже уснула на зиму. В такое время года елочки проживаются, лучше испытывают меньше стресса. Совсем недавно «Баш Электросбыт» подвел итоги осенней акции, в которой разыграли три смартфона. А уже 1 декабря компания запускает новую, предновогоднюю акцию. Пенни исчезают в полночь. Вплоть до 30 декабря есть возможность оплатить полностью счет за ноябрь и передать текущие показания за декабрь, не позднее 23 декабря, и оплатить декабрьский счет, который формируется тут же автоматически, и программа предлагает его оплатить. То есть в этом случае при наличии вот этих двух условий клиент, у которого были начислены пени, эти пени списываются. Каждый житель Башкирии, забывший заплатить за прошлые месяцы, может полностью избавиться от набежавших пени. Нужно только передать показания до 23 декабря и после оплатить все счета до 29 декабря. Мы привлекаем наших клиентов, у которых была задолженность и есть задолженность в настоящий момент на эти долги, на считанные пени начислены, и эти пени обязаны все оплатить. Но появляется такая уникальная возможность, поэтому акции получило название «Пени исчезают в полночь». Итоги акции подведут не позднее 30 января 2024 года. Важно обратить внимание, что, к сожалению, не каждый должник может поучаствовать в новой акции. Если клиент настолько пренебрегал правилами оплаты своевременной и гарантирующий поставщик, то есть наша компания, пошла уже в суд взыскивать пени принудительно, то из этого правила уже будут исключения, поскольку судебное решение мы обязаны будем исполнять. Участвовать в акции «Пени исчезают в полночь» жители Башкирии могут уже с сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме до 29 декабря 2023 года провести оплату электроэнергии по счетам и извещениям, выставленным по итогам ноября и декабря 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok